Детство босоногое Затем на сцену поднялся заслуженный артист России и почетный деятель искусств Валерий Сюткин вместе со своим рок-н-ролл-бэндом. Концертная программа называлась «То, что надо» – подходящее название для праздничного вечера. В интервью перед началом концерта Валерий Сюткин отметил, что любит экспромт. В частности, заменять некоторые слова в песнях. Так, неожиданно для присутствующих в хорошо известном всем строках появился город Гомель. С последнего концерта, который Валерий Сюткин давал в Гомеле, прошло более десяти лет. Поклонники его творчества успели не на шутку соскучиться. Живая музыка и исполнение доставили настоящее удовольствие всем слушателям. На неделе гомельчане открыли для себя и фестиваль классика «Уратуши». Ранее это был исключительно столичный музыкальный форум. В этом году организаторы решили проехаться с программой «Вива Штраус» по всем областным центрам страны. В Гомель они привезли молодой коллектив музыкантов «Арт-мьюзик-оркестра» и солистку Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь Елену Шведову. В концерте прозвучали произведения двух самых известных представителей музыкальной династии Штрауса, ее родоначальника Иоганна Штрауса-старшего и его сына, короля вальсов Иоганна Штрауса-младшего. Послушать концерт все желающие смогли абсолютно бесплатно. Свободный вход – отличительная черта фестиваля «Классика у Ратуши». Евгения Кухаронок, Андрей Иванов. Специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова